всем привет вы на моем youtube канале silver csgo на связи киндер сегодня мы смотрим свою демку делаем разбор своих ошибок погнали так ножи пропустим так нажимы проиграли начинаем начинаем за террористов играть пистолетный раунд ну еще по этому раунду могу сказать очень медленный выход успели в спину обойти плюс не додушили сайт по-быстрому надо было душить ну не аккуратно сыграл потерял тайминги получил в принципе рисковая такая затея была не плюс откинули в ответ флешку его мид у нас никто не смотрел поэтому рискованно но сейчас четко пробежал флешку закинул в ответ ничего не было одного в ухо забрал так по стрельбе пошло нормально залетело все я вижу вроде теряюсь таких моментах что делать вот замечаю что типа надо было раньше вот идти проверить сайт б но я как будто у меня как будто потерялся на три секунды не стреляйся не стреляйся уйди просто позиционирование прицела вообще никуда ну типа слушаю там что-то но все равно часто бывает просто куда попало прицел увожу убегите вон кто там флешки нам давай проверю за дефолтом ну тут типа эко не то чувак мне надымажил так вообще два раза хорошо попал по мне сдвигла ну стрельбой вроде все нормально она такой раунд непонятный ну тут благо тиммейт помог спину спину смотри я дам мог ой молек но смотрю как-то местами как-то небрежно играю как-то то местами аккуратно вот по позиционированию прицела ну такое местами тоже местами хорошо местами где-то то ли я слушаю в игре то ли я не замечаю этого как-то у меня плывет плавает местами прицел вообще ну тут неаккуратно сыграл на на шарте хотя мог сыграть нам но давайте назад перемотаем посмотрим вот смотрите есть инфа про то что один на шарте но нету что инфы что близко и я в принципе должен был залезть на контроле а я заложу и сразу выпрыгиваю видели как то есть он еще в полете меня убил я даже его не успел вылезти на ящик чтобы мог мог с ним стреляться он меня убивает поэтому ребята запоминайте залазить нужно на контроле на xbox ну такая ошибка надо кстати обратить на это внимание прицел опять права плавая где-то внизу то двери нету никого ну такой раунд в открытые перестрелки ни с кем не встречал не встречал не вступал извиняюсь в открытые перестрелки так в бокс я забрал чувака да и все вот опять прицел смотрите будет щас внизу он чуть выравнивать тут просто аима не хватило ну и флешек от парня от пацанов пацаны дали одну флешку типа ну то есть слишком мало на занятия ланга следующий раунд опять на лонг не первая респа в принципе я помню еще в игре об этом подумал ну то количество флешек которые пацаны дают вот одна флешка взорвалась и все ну типа ошибка моя в том что в том что я начал пикать лонг при таком тайминге при такой респе потому что я теряю тайминг и опять же таки тиммейты не накинули флешки бросили бы они хотя бы две три флешки чувак был бы слепой я бы его забрал бы так следующий раунд смотрим вот это конечно моя ошибка то что я не ожидал такого шумит под подожмут на таком тайминге чувак просто побежал пушить мид там моя ошибка была в принципе ну это как бы эту ошибку допустила вся команда потому что по первому таймингу нужно всегда там или чтобы один чекал мид или чтобы ну один шел на мид там через шорт но когда фул лонг идут и мы бросаем флешки там да на сорок восьмой секунде а чувак уже в бок стреляет ну это даже не знаю такое мне кажется даже акума себе не позволял ну я шучу я не намекаю на то что мы играли против читеров просто как бы типа чувак так пропушил вообще в наглую там должны были ожидать и чекать вот опять не дочекал не досмотрел вот моментами вообще ужас просто как то то ли у меня расфокусировка идет и я уже как то начинаю плохо играть как то неправильные действия делать то ли я не знаю местами классно чекаю все места местами какую то дичь творю есть еще дам флешку налево есть еще дам флешку налево ну в принципе я одного в бок забрал ничего как бы сверхъестественного нету здесь в этой ситуации как бы зашли быстро на ретейк кинул нормальную флешку ребят запоминайте флешку всегда бросайте вот туда налево всегда приносит много импакта много позиций слепит ну а чувака забрал быстренько хотя он там с пистолетом был так второго тоже ну просто мне кажется вбок всех забираю в этой игре вбок мне кажется так ну в принципе по игре сейчас не могу сказать что там мега как то там какие то вещи сверхъестественные делаю ну как бы все дефолтное в принципе как бы ничего такого сверхъестественного часто кстати забираю забираю вбок противника часто забираю противника вбок в спину то есть это говорит о том что неплохо сейчас читаю игру чувствую игру как бы по стрельбе все нормально как видите там первое или второе место да да один есть где-то близко не вижу за смоком где-то был сайт можно было смачку вот промазал смачуком это вообще фейл какой-то хотя я его часто бросаю не знаю как-то поспешил и вот здесь я таки не понял то ли у чувака венвей был давайте посмотрим еще раз типа так чувак вот стоит здесь за смачком я его не вижу сверху меня никто не мог убить ну как бы шорта никого не видно здесь вот в этом районе тоже я не понял там чуваку какой-то сами бросили венвей или что то есть чувак меня видите убил как будто не через смок а просто типа как будто он меня так видел а дети убили пика 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 бессмертную тактику рожби смотрите ребят я сразу даю налево флешку так что смотрим вправо двери машина где-то еще один вышел кстати заметил я никогда не ночеваю в смок что-то этот смачок кстати случайно у меня получился что ножки видно уже вышел в сайт ну вот тиммейты не дочекали в принципе обидно что в сайт зашли пачку дроп упала кто тебе играет ладно давайте сразу я буду шорт играть давай я 1б с тобой первый раунд тоже пойду здесь гранатку конечно я четко зафейлил ну в принципе не аккуратно чекал вообще вообще не аккуратненько надо было танцпол дочекать я сразу в сайт такой начал смотреть мне кажется это ошибка правильно смотреть танцпол все как бы позиции по очереди а я просто так тут я один опять остался по стрельбе они мне зашло с пистолета вот короче я начинаю замечать о том что местами где-то не дочекиваю не то что у меня какой-то там аим плохой да вот сейчас вот в этой игре видно что аим нормальный но зачастую бывает такая тема что то ли не дочекаю то ли какой-то мистайминг словлю как то нет уверенности в том что нет уверенности в том что нет уверенности в том что типа как бы нет уверенности в действиях своих мне кажется какой-то такой там да вот опять прицел где-то что-то гулял там секунду куда я там смотрел давай засейвим может быть ну мне сейвить по любому надо так тут сейв я не буду смотреть сейв ну вижу о том что какой-то бегаю на расфокусе мне кажется просто по карте бегаю там стреляю да из-за того что стрельба летит неплохо сейчас мидл чекнуть надо вот я посмотрел мидл отлично вот опять флешка какая-то была чувак вышел в него попала флешка мидл мидл шорт есть мидл мидл помоги первый раз зафейлил мидл 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 хелб мидл мидл �를 peoples так ну в одиницу кидей играю чуть больше три авика играем сразу видно что плохая затея шорт не вижу куда ну все сейв смотреть не будем как бы по игре не могу сказать что тут что-то там типа сверх выдающиеся типа происходит просто стабильно делая свои киллы вот на первом месте чувака там неплохо забрал по первому таймингу а так ну типа не могу сказать вот там до позиционированием прицела в принципе вот мистайминг поймал мог чувака забирать еще один шорт ну как бы тут смог там решил обновить вот такое короче в принципе им был бы я по увереннее в своей в своем авике то в принципе мне кажется я бы не обновлял бы где-то иксбокс ой с мидо смотри ну два выстрела не знаю как я первый промазал но второй уже в панике делал конечно но первую считать должен был ловить на чё-то зафейлил хотя такой достаточно легкий был выстрел киевы для меня мне кажется двери мидо ну типа нормально чувака забрал второго типа дефолтные мне кажется вещи такие кажется дефолтные киллы короче картка дефолтная тупо все по дефолту там дефолтные дефолтные киллы делаю как бы ничего сверх такого естественное все дефолтно да кстати у нас в этой в этой игре было очень много затупов из-за того что у нас по позиционке очень как бы плохо было мы не не становились там где нужно там например они шли ну как бы некоторые игроки шли куда хотели каждый из этого мы часто проигрывали типа вот чувак пошел миддл пушить типа хотя все время играл до этого на а потом там типа были еще кое-какие моменты все уходи уходи фиолетовый смотри шортом что-то не знаю но повыше можно чуть прицельчик под шортом много по стрельбе видно что в этой каточке все хорошо в принципе уверенность в стрельбе есть вон на шорт плентит упал может быть сит я не знаю ну все дефолтно все дефолтно как бы дефолтные киллы и киллы там да то есть все и как бы ничего сверхъестественного не делаю все по дефолту в принципе и видите ребята на первом месте как бы и не надо никаких бешеных там фликов какой-то там стрельбы невероятной ну вот здесь вот конечно невероятной стрельбы не хватало ну давайте еще раз посмотрим не знаю как его не засчитала не забрала его ну вот столько в него стрелял давайте следующий раунд ну мы по моему эту катку проиграем если да да мы проиграем ее если мне память не изменяет мы сейчас потеряем экономику просрём и потом будем играть на все время непонятно на комбайе ну да в принципе из-за того что постоянно свапались позициями если бы не свапались все время позициями каждый играл бы на своей позиции вот здесь тоже два раунда подряд подвела стрельба и вот мы сейчас по моему отыграем один раунд и следующий по моему проиграем не помню эта игра была на днях ну где как бы хотел вам просто показать что вышел один второй хотел вам просто показать то что ну если все классно у вас по стрельбе в принципе то это еще не означает что вы выиграете игру потому что ваша стрельба это только там может даже и не 50 процентов или этот раунд проиграем что я уже да этот раунд проиграем спасибо за игру так давайте подведем итоги по этой катке в принципе стрельба была неплохая но у меня все таки есть в себе кеп небольшие претензии во первых ну не знаю может быть это приходит как то с опытом или как то это нужно отдельно тренировать ну или как то менять свое как бы отношение играю очень часто на расфокусе нету фокуса то есть я вот замечаю что где то местами я начинаю там просто бегу там там прицелом по всему экрану вожу куда попало смотрю ну что то такое ну вообще меня не устраивает особенно за террористов это вообще очень сильно прослеживалось второй нюанс который на который я обратил внимание ну хотя я в принципе не только на этой карте как бы ну не в этой не только в этой игре вот заметил где то несколько игр уже иногда начиная ну типа иногда промазываю гранатами которые ну я как бы типа они не сложные там да там например что я там хотел бросить тогда когда промазал смог сити промазал ну по моему это дефолт типа потом там была еще игра у меня там на мираже там где промазал молик и хешку сразу же типа с разницей там сколько там я не знаю в 10 секунд может 5 то есть куда то спешу в принципе ну как бы ксго это игра ну типа не в принципе ну там не куда то там надо лететь спешить это игра такого достаточно размеренного темпа мне кажется я как будто хочу сразу там выбросить все гранаты не дай бог я умру с гранаты и она граната останется как будто что у меня такое чувство есть и там и на бе я тоже там когда подходил под окно так называемое в народе очко капсайд занимали я сразу в точку там накидываю молик короче смог флешка все что только можно хотя в этот момент чувак может просто зайти посмотреть а что там творится и меня забрать ну такое короче вот заметил что тороплюсь постоянно с гранатами как то а когда отыгрывал за кт на миду ну часто очень часто ну типа нет ну одна и та же самая позиция я не занимаю разные позиции такой моментик заметил ну то что прицел плавает типа как то в этой игре было ну меньше заметно что он плавает там где то да он там какое то позиционирование более менее было но я вот не могу понять местами вот там на шарте например я вообще отворачиваюсь в другую сторону то ли я машинально начинаю слушать типа или с той стороны кто то идет или не идет то ли что это происходит я как не могу какое то объяснение дать ну и плюс по иму по иму в принципе все нормально ну там да вот последние раунды там зафейлил там играл пару раундов с авиком потом взял в руки эмку с эмки там не полетело но в принципе по иму все нормально как бы дефолтные киллы делаю как бы в принципе если делаешь дефолт это уже хорошо по форме ну вот видно что все таки есть какая то не уверенность еще вот мне кажется вот я чувствую даже вот в игре в игре вроде как будто ну типа такое ощущение что я всех сейчас давайте мне я сейчас всех тупо перестреляю там какое то такое ощущение как будто ну вот по игре вот когда наблюдаешь за собой со стороны такое ощущение как будто это нету какой то уверенности то есть то есть даже я бы сказал не уверен нету уверенности не то что там во имя потому что во имя вот сейчас как раз у меня уверенность начала появляться нормальная как бы ну я себя стабильно чувствую а вот это такое ощущение как будто у меня какая то не уверенность в своих действиях эээ я думаю о том что нам нужно будет еще как бы может быть я как то соберусь с мыслями как бы и выпущу какое то видео там о том и для себя будет полезно в принципе как бы о том как стоит лучше отыгрывать на той или иной позиции на на той или иной карте как бы а я замечаю за собой такую вещь там например о том что я знаю как правильно отыгрывать на этой позиции там например как сыграть там сейвова ну за счет того что может быть я там как то не уверен там в тиммейтах да например возьмем ситуацию там мы неоднократно я думаю вы неоднократно видели ну даже в этой катке было такое чувак на апленте за кт становится за дефолтом там и как бы все стопорит всю атаку типа почему он так может стать потому что ну его тиммейт идет на шорт как бы ему контроль от шорт то есть он ему там в спину никто не выйдет не убьет его у нас например в команде была такая ну как бы у нас там кто куда хотел кто туда и ходил как бы инфы никакой нету ну то толковой там а у двоих микрофонов по-моему не было или в одного то есть типа творил то что хотел то есть стань за дефолтом ну тебе не уверен в тиммейте что тебя мид ой да шорт законтролит или будут смотреть мид чтоб на шорт не прошли как бы ну типа нет уверенности все ты там не можешь встать типа хотя как бы за дефолтом достаточно популярная позиция очень много можно импактов внести но типа ввиду таких вот вещей как бы я часто не играю поэтому как бы надо будет записать какой-то гайд возможно ну разобрать карту там или позиции такие более скажем так практичные на этом уровне игры потому что да я согласен там много есть людей которые выпускают там гайды например как играть на той или иной позиции там как правильно сделать то как правильно делать это но как бы не нужно ну они как бы не учитываются своим уровнем игры они как бы не учитывают скажем так реалии наших наших сильверов или там первого то что то что то что для них дефолт как бы многие типа люди делают и они могут себе позволить так сыграть у нас такого нету там например там никто не прикроет какую-то позицию ты к ней не можешь повернуться спиной или ты к ней поворачиваешься спиной тебя в спину убивают и ты уже не можешь отыграть то есть как бы нужно скажем так записать какие-то разборы более практичные для нашего уровня игры так ребят в принципе по демке все по мыслям все тоже если у вас есть какие-то мысли пишите в комментариях спасибо что были на моем ютуб канале SilverCSGO победы вам в катках на связи был Kinder всем пока услышимся